Лето самое долгожданное и прекрасное время года. У многих это пора отпусков и каникул. Чаще всего в жару горожан можно встретить на пляжах вблизи водоемов. Многие приходят на пляж не только за солнечными ваннами, но и для того, чтобы выпить в хорошей компании. По мнению спасателей, в состоянии даже легкого алкогольного опьянения может случиться самое страшное. В настоящее время Государственная инспекция по маломерным судам проводится ежедневное патрулирование на водных объектах Тверской области. Сегодня мы совместно с вами проведем патрулирование акватории реки Волга и реки Тверца. В обязательном порядке посмотрим наличие купающихся на берегах, в акваториях рек и в обязательном порядке наличие маломерных судов на водоемах и соблюдение ими правил пользования маломерными судами. Вот на таком катере сотрудники ГИМС ежедневно выезжают на профилактические рейды с целью рассказать гражданам о безопасном поведении на воде. Статистика за это лето неутешительная. По данным ГИМС, общее количество утонувших в Твери и области – 32 человека. Только за прошедшие выходные погибло 5 человек. Областная столица с размахом отмечала День города. Наша съемочная группа опросила отдыхающих. Как оказалось, все респонденты знают правила безопасности на воде. Но факт и вещь упрямая. Инспектор ГИМС опасается, что смертельная статистика будет расти. Все есть солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Все бесплатно, все свое. И нет необходимости куда-то ездить за границу. Сейчас 21 век. И то, что говорят наши спасатели, очень уважаемая профессия, что надо обязательно присматривать за детьми, быть трезвыми, вести здоровый образ жизни, плавать, загорать. Но при этом я хочу отметить, что русские люди любят экстрим. И мы устроены так, у нас всегда победы в крови. Тот, кто чувствует в себе силу, тот Волгу переплывет и будет переплывать. У нас и спортсмены здесь плавают, и пенсионеры, и дети. Ну, кто спортом занимается, молодежь. А кто не чувствует, тот не поплывет далеко. Так что это нормально. Ну, во всяком случае, далеко не заплывать, чтобы катера или кто-то на лодках катаются, чтобы на это не было. И дальше. Все годы, лет 7 назад точно, были еще буйки. Теперь этого нет. А все-таки, знаете что, вот мы почему даже ходим? Сюда приходят и с детьми, и стар, и молод, нужно солнышко. Как признаются спасатели, особую сложность составляет работа с гражданами, которые уже выпили и собрались купаться. Чаще всего все призывы инспекторов покинуть водоем игнорируются. За время рейда отдыхающим по берегам Волги и Тверцы инспектор рассказал о правилах поведения на воде. Такие профилактические рейды в летнее время проводятся ежедневно.